Девчонки, всем огромный привет! И всех вас я очень рада видеть на своем канале! Сегодняшнее видео будет снова о покупках, причем о покупках косметики декоративной. Если вам интересно посмотреть мое видео о покупках уходовой косметики, пожалуйста, посмотрите предыдущий выпуск. Сразу скажу, что покупок косметики было не очень много и все они очень бюджетные. Все объясняется простой причиной. Куда-то ехать за косметикой мне лень, а самый ближайший магазин, который у меня находится от дома, это подружка. Ну что, давайте начнем со средств для бровей. И первая вещь, которую я хочу показать вам, это вот такой вот окрашивающий коричневый гель для бровей от Catrice. В принципе, очень достойная вещица, но мне она не подошла на 100%, и это объясняется двумя простыми причинами. Первое дело в том, что у этого окрашивающего геля слишком явный теплый коричневый потон. Мне бы хотелось, чтобы он был более холодным, но это, скажем так, моя индивидуальная особенность. И видели глазки, что покупали, теперь ешьте хоть по власти. И второе, почему он мне не понравился, тоже моя индивидуальная особенность. К сожалению, у меня слишком редкие брови, и поэтому, как моно-вариант в оформлении бровей, это средство мне не подходит. Но как завершающий этап в оформлении бровей, это отличная вещь. То есть, когда я наношу его поверх своих любимых кремовых теней от Maybelline, смотрится отлично. И не нужно слишком тщательно прорабатывать брови, а совсем чуть-чуть нанести и растушевать. Потом нанести вот этот гель, и получается более натуральный результат, чем нежели когда я наношу кремовые тени от Maybelline в моно-варианте. И продолжая тему бровей, я решила немножко поэкспериментировать. Теперь уже с карандашами для бровей купила вот такой вот карандашик от Catrice в 0,20 оттенке. И все бы в нем было хорошо. Наносится он отлично, очень мягко, но при этом он разумно твердый. В его составе есть воск, который чуть-чуть усмиряет волоски ваших бровей. Держится довольно долго, но опять тот же самый слишком активный теплый коричневый цвет. Допустим, вот вместе эти два средства работают отлично. Смотрятся хорошо, но мне не идут. Слишком уж рыжими кажутся брови. И последняя вещь для бровей, которой я поставлю просто 10 из 5, это вот такой вот карандаш Highlight, который создан, чтобы высветлять брови, уголок глаза, можно смело наносить на галочку над губой. Это отличная вещь, и я думаю, что это вполне себе полноценная замена тому самому розовому карандашу от Ифраше, который сейчас вообще нигде невозможно купить. Но, к сожалению, если я не ошибаюсь, это тоже лимитированная коллекция от Catrice. Если я ошибаюсь, пожалуйста, поправьте меня, те, кто знает. Этот карандашик имеет очень красивый, тот самый высветляющий розово-бежевый, ровный матовый оттенок, который отлично тушуется и очень мягко наносится, и в принципе довольно долго держится. Допустим, если мы его сравним с обычным карандашиком, да, такого традиционного вида, к которому мы привыкли, то мы заметим, что он толще раза в полтора-два где-то, и стержень, соответственно, такой же толстенький. Так что этой покупкой я невероятно довольна, и использую этот карандаш теперь повсюду, почти каждый день в своем макияже. Очень мне нравится. Если это действительно была лимитированная коллекция, то это, конечно, очень большое расстройство. Не будем выходить далеко от продуктов марки Catrice, я покажу вам последний продукт из этой марки, который я купила. Это вот такой вот потрясающий, красивый, нежный, нюдовый оттенок блеска. Не смогла я пройти мимо этого нереального цвета. Блеск меня все-таки разочаровал. Я бы поставила ему где-то 4 с минусом. Во-первых, он довольно липкий, не всем это понравится. Но при этом, несмотря на свою липкость, он не обладает какими-то потрясающими свойствами стойкости. То есть он слезает с ваших губ, как все самые обыкновенные блески, ничем от них не отличаются. И в принципе, липкость я бы ему простила. Но что я ему не могу простить, так это то, что он скатывается в отвратительную белую полоску. Как это происходит, вы можете посмотреть в моем видео о продуктах марки Bacal Herbals. Если развернуть видео на полный экран, то можно увидеть вот эти вот абсолютно отвратительные белые полоски. Которые, к счастью, не видны на маленьком экране. Выкидывать я его особо не собираюсь, просто потому что я нашла ему отличное применение. Я использую его, чтобы немножко разбавить яркость в моих помадах. Потому что все они очень яркие и не всегда это уместно. Вот этот нюдовый блеск справляется с этим просто на 5 баллов. И поэтому у него уже очень веселая красно-розовая кисточка. И последний продукт, о котором я хочу рассказать вам, это вот такая вот нюдовая помада от Maybelline. Стоила она буквально 3 копейки, в районе 150-200 рублей. Но очень мне понравился ее оттенок. Называется Pinky Beige, оттенок 721. Очень удачный, нюдовый. Подойдет таким вот бледненьким девушкам. Я вот сейчас скажусь такой желтой, это освещение. На самом деле ее очень бледная. И эта помада в принципе мне подходит. Но если наносить ее плотным слоем прямо из тюбика, то это не очень удачный вариант. Потому что лицу придается такая какая-то сероватость и даже землистость. Но когда я наношу эту помаду тонким слоем пальчиком или допустим кистью, то смотрится очень удачно. Такой очень хороший, красивый, нужный мне нюдовый оттенок. Так что если у вас светлая кожа, так же как у меня, с чуть-чуть розоватым подтоном, то присмотритесь к этой помаде. Или может быть вы мне посоветуете что-то еще, что полностью удовлетворяет нашим с вами потребностям. Ну что, на этом все. Я надеюсь, что была вам интересна, чуть-чуть полезна. Спасибо, что были со мной, смотрели это видео. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok